Добрый день! С вами Наталья Рожнова. Вы на канале Натали Той Джой. В прошлом видео я вам показала, как связать тело мышек, а сегодня займемся одеждой. Довяжем платье для мышки девочки и свитер для мышки мальчика. Начнем с девочки. Для того, чтобы довязать платье, нам понадобится два цвета пряжи. Первый цвет тот, которым мы вязали среднюю часть тела. У меня это розовый и немного белого цвета. Сначала свяжем юбочку для девочки. Для этого перевернем игрушку вниз головой и обратим внимание на 15 ряд, который мы вязали за заднюю стенку петли. Для нас теперь первая петля 15 ряда будет последний, а последняя первой. Присоединить нить можно разными способами, но так как мы вязали игрушку по спирали и у нас есть разрыв между началом и концом 15 ряда, в дальнейшем может образовываться отверстие в юбке на этом месте, так как ее мы тоже будем вязать по спирали без петель подъема. Поэтому я присоединяю нить следующим образом. Ввожу крючок под переднюю стенку последней петли, захватываю розовую ниточку. При этом оставляю хвостик. Ввожу крючок под переднюю стенку первой петли. Опять захватываю ниточку и провязываю первый столбик без накида. Затягиваем хвостик. Вот у нас получился первый столбик без накида первого ряда юбочки. Вяжем так еще 49 столбиков без накида. Причем последний 50 столбик будет провязан в последнюю петлю 15 ряда туда, откуда выходит вот этот хвостик. Продолжаем вязание. Второй ряд юбки вяжем по 3 столбика с одним накидом в каждую петлю предыдущего ряда. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Третий ряд юбки. 150 столбиков с одним накидом без изменений до конца ряда. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Последний столбик с одним накидом этого ряда провязываем не до конца, для того, чтобы сменить нить на белую. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И ею довязываем этот столбик. Сменили ниточку. Нить розового цвета можно обрезать. Подтягиваем обе ниточки. И теперь вяжем последний ряд юбки 150 столбиков без накида подряд без изменений. При этом хвостики ввязываем в этот ряд. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В конце делаем один соединительный столбик. И можно обрезать ниточку. Вытягиваем нить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот так мы связали юбочку. Нам осталось только спрятать вот эти хвостики. Для этого их необходимо вставить в иглу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Теперь иглу вводим сквозь петли последнего ряда. Так, чтобы ниточки не было видно ни с одной стороны, ни с другой стороны. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здесь мне необходим будет специальный инструмент пассатижи. Так как иголочка не вытаскивается. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот мы пропустили нить. Теперь можно ее обрезать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все, от белого хвостика мы с вами избавились. Теперь вставляем розовый хвостик в иглу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Делаем узелочек у основания этого хвостика. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И прячем ниточку внутри игрушки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА При этом натягиваем ее, чтобы узелок ушел внутрь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Обрезаем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Юбка готова. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Теперь свяжем небольшой воротничок сверху платья. Для этого опять присоединим нить розового цвета уже к двадцать первому ряду тела мышки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Присоединяем таким же образом. Продеваем крючок за переднюю стенку последней петельки. Захватываем розовую ниточку. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продеваем крючок за переднюю стенку первой петельки. Захватываем ниточку. И провязываем первый столбик без накида. Подтягиваем хвостик. И вяжем еще 44 столбика без накида за передние стенки петель 21-го ряда. В конце делаем соединительный столбик. в первую петлю предыдущего ряда. И обрезаем ниточку. Вот мы связали воротничок для платья. Остались два хвостика. Сделаем узелочек. И спрячем их внутрь с помощью иглы. Платье для мышки-девочки готово. Вот так оно выглядит. Теперь займемся свитером для мышки-мальчика. Сначала свяжем воротничок мальчику. Для этого опять переворачиваем игрушку вниз головой и присоединяем нить к 21-му ряду тела игрушки. Присоединяем таким же образом, как и к девочке. Вводим иглу за переднюю стенку последней петли 21-го ряда. Захватываем ниточку. Вводим крючок за переднюю стенку первой петли 21-го ряда. Захватываем ниточку. И провязываем первый столбик без накида. Хвостик подтягиваем. И вяжем еще 44 столбика без накида за переднюю стенку петель 21-го ряда. Таким образом у нас получится первый ряд воротника для свитера мальчика. Последний столбик без накида мы провязали в петлю, из которой выходит хвостик. Закончили первый ряд. Вяжем второй ряд. 2 столбика без накида, 1 прибавка, повторить 15 раз. Теперь вяжем 2 ряда по 60 столбиков без накида в каждом. Ну и чтобы воротничок красиво загибался вверх, вяжем последний ряд. Пятый. 2 столбика без накида, 1 убавка, повторить 15 раз. В конце этого ряда делаем 1 соединительный столбик. И обрезаем ниточку, оставляя небольшой хвостик. Вот у нас получился воротничок от свитера мышки мальчика. Осталось только спрятать вот эти 2 хвостика. Делаем это опять-таки с помощью иглы. У основания нижнего хвостика делаем узелочек. И прячем его внутри игрушки. Вводим иглу в тело, выводим подальше. Натягиваем ниточку, чтобы узелок ушел внутрь. Опять вводим иглу в тело, выводим в другом месте. И теперь ниточку можно обрезать. Нижний хвостик спрятали, теперь займемся верхним хвостиком. Тоже вставляем его в иглу. Пропустим нить сквозь полотно вязания. Так, чтобы ниточку не было видно ни с одной, ни с другой стороны. Вводим иглу в полотно. Выводим у основания воротничка. Вот, ниточки не должно быть видно ни с этой, ни с этой стороны. Подтягиваем немножечко хвостик. Делаем узелочек в основании ниточки. И прячем хвостик внутри тела. Опять натягиваем, чтобы узелок ушел внутрь. Вводим иглу, выводим подальше. И обрезаем ниточку. Таким образом мы спрятали ниточки. Вот у нас воротничок от свитера мальчика готов. Теперь свяжем подол свитера. Для этого опять-таки перевернем игрушку вниз головой. И присоединим ниточку к пятнадцатому ряду. Делаем это так же, как и с воротничком. Вводим крючок под переднюю стенку последней петли пятнадцатого ряда. Захватываем нить. Захватываем нить. Теперь вводим крючок под переднюю стенку первой петли пятнадцатого ряда. Захватываем рабочую нить. И провязываем первый столбик без накида. Подтягиваем хвостик, чтобы в дальнейшем не было у нас отверстия. И вяжем еще сорок девять столбиков без накида за передние стенки петель пятнадцатого ряда. В конце делаем один соединительный столбик. Все связали. Обрезаем ниточку, оставляя небольшой хвостик. Вытягиваем нить. Вот мы связали низ свитера мышки мальчика. Остались два хвостика. Мы их связываем друг с другом на узелочек. И прячем внутри игрушки с помощью иглы. Вот мы и связали свитерок для мышки мальчика. Вот такой он получился. Можно его подровнять немножечко. Таким образом мы с вами одели наших будущих мышат. Мальчику связали свитер, а девочке платится. На сегодня это все. Ну а в следующий раз я вам покажу, как связать ушки, носик, хвостик. А также как пришить их к игрушке и оформить мордочку. Поэтому обязательно подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Бежите с удовольствием. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok